Вот так мы занимались, вот так мы собирались. Это истинная правда. Я говорю, что я приходил, допустим, в авиамодельный кружок, но мне было интересно, как шахматисты играть. Меня туда свободно пускали. На юбилей Дворца пионеров его выпускник, почетный гражданин Самарской области Виктор Сойфер пришел в двух галстуках. Один из них пионерский. Рассказывает, заниматься во дворце начал, когда ему было 10. И именно детское увлечение авиамоделированием определило его профессию. Здесь же научился фотографировать и увлекся краеведением. До сих пор помнит, как с товарищами ходили в походы. Полотенце мыло, белый зубной порошок и вперед. Ну и ночевали, где попало, там на сеновалах, там или там, где, если были палатки. И как-то в дождь мы попали и очень под дождем ставили палатку. Оказалось, что ровно по этой дорожке коровы идут на водопой. Ну вот такая была смешная история. Центром детского воспитания дворец пионеров стал в 1935-м. Куйбышевские школьники обучались музыке, рукоделию, занимались в кружках технического творчества. За 80 лет отсюда выпустились 300 тысяч ребят. Лучшие традиции воспитания молодежи здесь сохраняют и по сей день. Выборы увлечений воспитанников не ограничивают. Во дворце детского и юношеского творчества танцы, военно-патриотический клуб, рисование, театральная студия. Творчеством занимаются более трех тысяч ребят. Очень нравится атмосфера, очень нравятся преподаватели. Очень приятно приходить заниматься. И так как это было собственное решение, то есть никто не подталкивался к этому, естественно, стараешься ездить на все репетиции, успевать на все занятия. И это всегда приятно. На юбилейном торжестве преподавателям дворца детского и юношеского творчества вручили награды за вклад в воспитание самарской молодежи. А юные артисты подарили свои выступления в первую очередь почетным гостям, а не в первых рядах, у которых приняли творческую эстафету. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.